Немало годков белокаменный собор во имя Успения Божьей Матери строили. Еще при первоначальнике отце нашим Иоанне начали, а оканчивать привелось Ефрему. Обоснователи Саровского монастыря Иеросхимонахи Иоанне и шестом настоятеле Игумени Ефреме зрители могут узнать в первых двух сериях проекта «Настоятели». Их совместно с режиссером-мультипликатором Александром Птичкиным воспитанники Саровской православной гимназии создавали почти три года. Все начиналось с идеи рисунков в рамках студии иконописи. У нас был изначально иконописный кружок, так как нигде вообще этого не было. Потом я подумала, что хорошо бы, сейчас же тенденции какие, чтобы дети знали хорошо компьютер. Это сейчас практически во всех сферах нужно. И почему бы нам не сделать мультфильм, не попробовать создать мультфильм. На занятиях с Александром участники студии научились создавать персонажей и освоили основные законы анимации и вида монтажа. От первого фильма ко второму руководитель видит большой прогресс. Если фильмы снимают, достаточно взять камеру и снимать, и там человек двигается, и все хорошо, то нам нужно повторить законы анимации и сделать их такими, какие они есть. Иначе зритель не поверит, что это походка, не поверит, что это падает листик с дерева, не поверит, что идет собака, например. Это сложный процесс. Это, наверное, самый сложный процесс в анимации. Сделать так, чтобы анимация была реалистичной. Мультфильмы проекта «Настоятели» ребята выполняют в стиле перекладки, когда героев и детали изображают на бумаге, сканируют, переносят в фотошоп, а оттуда в специальную программу для анимации. Одни ученики создают рисунки, другие их оживляют. Надежда Курякина с пяти лет хотела стать мультипликатором. Мечта воплотилась в реальность благодаря студии в православной гимназии. Начало моего анимации было сделано благодаря школе. Но потом, поскольку меня это заинтересовало, я стала искать какие-то дополнительные источники, аналогичные программы. Я уже стала немножко сравнивать их, понимать, в чем особенности каждой из них. Вот, например, аниме-студия «Проф», в которой мы работаем, ее, можно сказать, узкая специализация – это именно анимация персонажей, потому что там есть возможность прокладывать так называемые кости, чтобы персонаж более реалистично двигался. Первые две серии проекта «Настоятели» покажут на телеканалах «Образ» и «Союз». Воспитанники и руководители студии уже работают над третьим мультфильмом. Его планируют посвятить канонизации Серафима Саровского. Дарья Козина, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Серов-24.